Комфортно и сучасно. В Хойницкой больнице глобальная модернизация. И она различная на три года. Все лето работы завершатся в терапевтическом корпусе. В наступном году в хирургическом. А последним этапом станет доброе упорядкование территории. Марина Джалая с подробностями. В 7-м палате терапевтического корпуса Анатоль Шульха читает знакомитый роман Джулия Верна «15-годовый капитан». Для нового великого окна светло, от батареи тепло. Мебель тут поколь старая, але я ее худко заменять. Уже купили и вось-вось поставять. 75-годовый мужчина у медустанову на гэтый раз трапил захворванием бронхов. А так он тут постоянный пациент. Кажет, что як было до ремонта и як стало зараз, небыто две розные больницы. Здесь сейчас стало совсем по-другому. Светло, тепло, уютно и совсем-совсем другое. У старого, хотя это одно и то самое помещение, но сделан капитальный ремонт. Отлично. Это я не знаю, кто делает. Гомельские, наверное, только не Хойницкие, я знаю. И молодцы сделали. Прокрасно. Всем даже нравится все говорится. Очень-очень. Виктор Демьяненко долго в палате усидеть не может. Любит свободный от процедур час бавить вось тут, каля елки и импровизованного камину. Трапил сюда за низкого гемоглобину. Зараз обследуется. Лепш, каже, сядев бы дома с женкой. Але и в больнице догляд, что треба. А с новым ремонтом стало еще и вельми утульно. Как настроение? Нормально, кормят все, как положено. Медсестры ухаживают. У нас четыре человека в палате. Капитального ремонту Хойницкая центральная районная больница чекала давно. Его не было с моменту будовництва. И нарешті летость приступили до модернизации. Почали с терапевтичного корпуса. З областного бюджету на ремонт и медицинское обсталявание выделили каля полутора миллионов рублей. Замянили коммуникации. В окна, двери, у вогулі новым стало все. От подлоги до столи. Что до обсталявания, то з'явилися два новые аппараты для ультрагуковой диагностики, стоматологічный комплекс. За японских грант набылі сучасный эндоскоп. Худка усе гэта усталюють в кабинетах. Так само в 2019-м купили автомобиль худкой допомоги. У гэтым година будуть яше один. На протяг модернизации терапии селета выдаткують яше, прикладно, 2 миллионы. Стало теплее. Мы поменяли систему отопления, систему водоснабжения, канализацию, соответственно. Утеплили стены, поменяли стяжку, сделали новые подвесные потолки. Стало очень комфортно, тепло. Повысилась шумоизоляция. Пациентам очень комфортно. Зараз, як каже депутат Палаты представников национального сходу Республики Беларусь Жанна-Чарнявская, треба будзе задумацца об удавництві у райцентры басейна. Гэта і здоровый лад життя, і спорт, і способ добра, і с корыстю проводзіць вольны час. Але спочатку необходно завершыць работы у больнице. Капитальний рамонт установы у планах развитя соціальной сферы хуйников стоял на перших позиціях. Остатній аб'єкты у основным приведзіны у належный стан. Мене дуже радує, що в 2019 році в нашу хуйниковську бійницю прийшов ремонт, тому що вже довгое время таких капітальних реконструкцій і ремонтів не було. І, ви знаєте, це настільки радостно, тому що все-таки нова обстановка, ремонт, мебель, оборудовання, яке прийшово в нашу бійницю, показує, що сьогодні людям дуже удобно, комфортно. Єсь нове оборудовання, благодаря якому ми можем обслідувати людей. Все літа почнеться ремонт хірургічних корпусів. В наступному годі його планують завершыць. Сродки выделять по так званій чарнобильській програмі. А затем тут знесуть нікторі непотребні будинки і приступить до пошній стадії модернізації, доброупорадковання території. З'являться зони для отпочинку з лавочками, спеціальним освітленням і прыгожими клумбами.